Инна الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفيره ونعوذ بالله من شرور ونفوسنا مساياة عمالين إنه ما يهديه الله فلا مضيلا لا وما يهديه الله فلا مضيلا لا وما يدلل فلا هديلا واشهدون لا إله إلا الله وحده لا شريكلا واشهدون نمحمده ورسوله عمال Созволение Всевышнего الله спонтанно продолжаем чтение Тафсира Имама Багави رحمة الله وعلي Мы дошли до 716 страницы, если кто-то следит с нами по книге Мухтаз Ратафсира Аль-Багави 136 аят Имам Багави رحمة الله وعلي говорит قوله عز وجل Слова Всевышнего Аллаха واجعل لله مما ذرا من الحرف والانعام نصيب Они посвящают Аллаху долю из того, что Он вырастил из посевов и скота واجعلوا لله مما ذرا من الحرف والانعام Нصيبا فقالوا هذا لله فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان للاه فهو يصلوا إلى شركائهم ساء ما يحكمون Имам Багави رحمة الله وعلي говорит قانل مشركون То есть что значит они посвящают долю из того, что вырастили, из посевов и скота قانل مشركون يجعلون لله من حرفهم وانعامهم وفمارهم وصايرهم والهم نصيبا Многобожники посвящали Всевышнему Аллаху часть из своих посевов из той скотины, которую они выращивали из тех плодов, которые они собирали и разных других видов имущества какую-то долю то есть вот зарабатывает из всего, что заработает это доля ради Всевышнего Аллаха отсюда проблема есть отсюда проблем нет дальше وَلَاوْثَن نَسِيبا وَلَاوْثَن نَسِيبا и также посвящали долю кому? своим идолам то есть грубо говоря допустим 10% из заработка буду Аллаху посвящать ради Аллаха давать 10% кому, допустим, идолам и вот ту долю которую они откладывали ради Всевышнего Аллаха они эти деньги или эти плоды или эту скотину тратили на что? кормили этим гостей или раздавали это беднякам а то, что они откладывали на идолов или для идолов или ради идолов они расходовали на идолов то есть на содержание вот этих идолов или же то есть при пожертву этим идолам жертвенных животных посвящали тогда вахадами и на тех, кто прислужил этим идолам то есть так называемым кому? служителям этих идолов служителям этих идолов если, допустим, падает что-то из той доли которую они выделили Всевышнему Аллаху в долю идолов они это оставляли то есть, грубо говоря представьте, например у него два ведра и он в одно ведро ложит финик еще ради Аллаха тратить на гостейность а другое что? ведро которое что? для идолов для служителей идолов и так далее и вот он несет допустим, например Аллаху и начинает высыпать ведро которое ради Аллах и несколько фиников упало в другое ведро которое для идолов он его не доставал ай ладно пусть там остается вакалию говорит Аллах в этом не нуждается Аллах в этом не нуждается а если же наоборот нести что-то допустим для своих идолов ту долю которую приготовили для идолов и что-то из этой доли падало там где лежала доля которую они хотели посвятить ради Аллаха они прям доставали и ложили обратно то что для идолов было приготовлено и точно так же если они допустим какую-то скотину например приготовили допустим пять баранов чтобы зарезать ради Аллаха и допустим три барана из этих умерли не обращали на это что внимания а если же что-то пропадало или же уменьшалось из тех вещей которые они приготовили для идолов брали из той доли Всевичний Аллаха и отдавали идолов то есть грубое пять баранов посвятили Аллаху зарезать гостей накормить беднякам разрезать а пять баранов Amir самим и три барана там умерли которые ради Аллаха а ладно проблем нет а если тут три барана брали из доли Всевышнего Аллаха и отдавали что этим exceeded восполнялись того что посвящали Аллаху по той причине что они боялись своих идолов больше Всевышнего Аллаха falar говорят в этом аяте. Они посвящают Аллаху долю из того, что Он создал. То есть, как говорит, сокращение. То есть, как будто Аллах хотел сказать, они сделали, установили долю ради Аллаха и долю ради своих идолов. И они сказали, вот это вот, возомнили, что вот это вот Аллаху, вот эта доля кому Аллаху. То есть, это когда говорит кто-то такие слова, которые не соответствуют истине. Мы сегодня говорили с вами уже про слово Заама, я же вам, правильно же, что в Аркалуфикум чаще всего это слово используется как возомнить, то есть в смысле, что сомнительные слова. То есть, когда кто-то кому-то говорит, допустим, Заама, Фулян, такой-то возомнил, имеет в виду, что, да, я не говорю, конечно, что он лжет, но его слова какие-то сомнительные и подозрительные. Также мы говорили, что слово Заама в арабском языке используется, когда ты возлагаешь на кого-то ответственность, говорит, такой-то возомнил, имеется в виду, он сам будет ответственность нести за то, что он сказал. И иногда Заама, да, используется как истина. И вот здесь говорится, Заама, это как сомнительные слова или ложные слова. И вот что они возомнили, сказали, и сказали, вот это вот нашим сотоварищам, то есть для идолов. И то, что предназначено сотоварищам, не может попасть к Всевышнему Аллаху. Помнили, мы сказали, что если что-то убавляется, а не то, что если там вдоль Аллаха что-то пропало, они из доли идолов не берут. И то, что предназначено Аллаху, может попасть к Всевышнему Аллаху. Как мы сказали же, если, например, Аллаху пять баранов ради Аллаха приготовили зарез, и пять баранов ради идола, и один баран умер, который родит, берут из доли Всевышнего Аллаха и отдают этим идолам. Ученые говорят, братья Баракулу, фикум, тавсири, анну мкану, иза дабаху, ма джа алюху лилля, и дакару али, исма аснами. Они также, и смысл тавсира этого говорят, что когда они, говорит, резали то, что предназначили для Всевышнего Аллаха, упоминали имя своих идолов. Уай ваза баху мали аснами, когда же резали что-то для своих идолов, лям ядкуру али-гисмалла, то не упоминали имя Всевышнего Аллаха. Фааза маана усули Аллаха, вот это и есть смысл, то, что доходит до Аллаха, у аусулия шурака, ему лишь доходит до их идолов по одному из тавсиров. Так же имам Багов говорит в тавсире, варак, луфикум этого аята, ва маанаху, смысл аята, макуль нанну мкану, ютимуна ма джа алюху лилля, и не дополняли то, что приготовили ради Аллаха, мим ма джа алюху лилля, беря из доли идолов. Каля катада, катада, сказал каану, из-за особо гумсана, если, говорит, с этими многобожниками, то есть приходила засуха, или же неурожайный год, истаану би ма джа ау лилля, они брали откуда? Из той доли, которую отложили для Всевышнего Аллаха, то есть приготовили что-то, а раз голод, еды нету, ты давай вот с этих баранов, что заберем, которых собирались, али зарез, ради Аллаха, и садок раздать, ва к алюмингу и ели это, фа ва фару ма джа ау лилля, мушуракайгим, а что касается того, что выделили многобожникам, они это что сохраняли? Ва лям я к алюмингу и не трогали оттуда, даже если сами с голоду умирали, как мы сказали, из-за страха перед этими идолами, сама ях кумун, Всевышний Аллах говорит, скверно то постановление, которое они вынесли. Видите, сегодня мы только с вами говорили, разбирая 39 главу, еды на божий вопрос и ответ, сами решили вот такие акамы, такие акамы, такие законоположения, айби а сама яхдун, то есть как скверно то суд, который ему они привлекают, или то постановление, которое они решили. Также другие толкователи Курана говорят про этот аят, еще другой смысл этого аята. Говорят, в аяте говорится о многобожниках, которые расходуют часть своего имущества ради Аллаха, а другую для своих идолов. И ту часть, которую они жертвуют ради Аллаха, Всевышний Аллах у них не принимает, поэтому оно не доходит до Аллаха. И до него это не доходит, почему? Мы об этом дальше скажем. А ту часть, которую они посвящают сотоварищам, то это засчитывается как для сотоварищей. И вот поэтому, и все это по той причине, что они расходуют ради Аллаха, то есть даже то, что они расходуют ради Аллаха, это тоже засчитывается кому? Их идолам. То есть понял, да, смысл? Вот уже сказано, говорит, то, что они предназначили, а сотоварищ не попадает к Аллаху. А то, что они Аллаху посвящают, все равно уходят к их сотоварищам. почему с какой стороны смотрите как интересно говорят у фастера курана из них тоже шейх авдур ахмасаде тоже к этому смыслу склонился потому что говорит аллах богатый и не нуждается в том чтобы ему придавали кого-то в сотоварищи и принимает только то что было полностью посвящено ему то есть если кто-то посвятил 999 частей чего-то из своего поклонения аллаху и только одну часть не аллаху аллах делать все 999 тому кому он посвятил всего лишь одну эта часть и не принимает потому что в хадисе достоверном пришло братья проксал сам сказал то что всевышний ласков она агнаш урок аниширк фана амил амалят ашрака фи и майя гайри ашрака майя фи его и риф его или тарак тушек я самый богатый из тех кого предают мне в сотоварищи и поэтому тот кто предает мне кого-то в сотоварищи я его оставлю с тем кого он придавал мне сотоварищи также об этом четко сказано в суре каферу смотрите всевышний аллах спа наталья братья рассказал нам в куране о том что арабы многобожники поклоняются лаву или нет поклоняли же но помимо аллаха поклоняюсь еще кому-то но аллах же сказал барак laufi q mani что то есть пара сказал что и курья его каферу скажу ниже для а буду матая не поклоняюсь тому чему поклоняетесь свои правильно но отсюда понятно потому что не поклонится видов мухаммад волосом не по валян тума беду на маббуд и я и вы не поклоняйся тому чему поклоняйся почему проксал сам так сказал при том что они жалоку тоже поклонялись потому что их поклонение не считается поклонение том что всевышний аллах спонталь не принимал это их поклонение и до сих пор братья люди делают подобное и самое удивительное что эти люди называют себя еще мусульманами врать египте есть такое точно вот эту скотину посвящает египте есть такой братья обряд называй знаешь как и жду бадами бык бадовый штутка битбар это как елка на новый год она жизнь если новый год обязательно у людей традиция что елку папа и вот когда приходит молит день рождения вот этого так называемого как и называть святого бада они покупают скидывается целая семья и покупает быка братья и режут с намерением приблизиться вот к этому умершему которого звать бадовый и при этом себя представляете называет мусульман и поэтому брать эту сети истории когда мы читаем вот эти куранические аяты брать не думайте что это все какая-то исторические факты брать вала и все что аллах спонталь говорит все это происходит в наши дни и поэтому старайтесь связывать все эти аяты брать и смотреть на эти братья на все что происходит в наши дни через эти откровения господа спала то ли ведь они до судно во дня как много мусульман наше время когда призывать не еще год куран это чудо всевышнего лох и она до судно во дня но если посмотришь они не живут и считаю что это какая-то историческая книга фольклор называть вы понимаете нас улана фальф аллаху алим это что касается 136 аят братья вы видите до чего сладкий куран до чего сладко чтение курана до чего сладким является барак лофиком размышление над кураном и поэтому пророк салусом назвал веру как с не почувствует сладости веры у веры есть сладость брать изучая ты из курана мы чувствуем эту сладость я побуждает дай аллах чтобы закончить тассир если кто раньше на это не обращал внимание начните с сегодняшнего дня вот как появляется барак лофику новая запись как вы прослушали перед тем как поясающий запись постарайтесь выучить и представьте этим самым вы объедините между двумя добрами то есть барак лофиком получается и выучите и будете знать тассир смотрите внимание спонула да сколько вот удивительные слова всевышнего господа супа натали если человек как сказал всего чья лоха фаля это да бару на куран почему они не задумываются от куран